Книга «Открытым оком», том 14, тема молитвы, вопрос 2852. Все знают молитву «Отче наш». Не устарела ли она для современного человека, так далеко шагнувшего в своем развитии? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Если человек и шагнул, то только в обратном направлении от истинного развития. И не есть мудрость, знание худого. И нет разума, где совет грешников. Каждая фраза Господней молитвы не теряет своей актуальности ни сегодня, ни до конца мира. Одна только фраза Матфея 6.10 «Да будет воля твоя на земле, как на небе». Потребует всей жизни для ее исполнения два момента. Познать волю Божию на небе и спроецировать ее на землю. Ну как? Для этого нужно очень-очень хорошо вникнуть в Библию и в совесть свою. В чем же заключается воля Божия на небе? Мы говорить можем только об открытой воле Божией на период истории человечества. Какова воля Божия была до сотворения мира и до сотворения человека? Никто не ведает. 1 Тимофеев 6.16 «Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь». После грехопадения, тем более после появления писанного закона, приоткрывается тайна воли Божьей. Псалом 17.10 «Наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его». Ефесянам 1.9 «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое он прежде положил в нем». Избирая человека, Создатель научает познанию воли своей. Филиппийцам 2.13 «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. На землю сошел Сын Божий, чтобы искупить падшего Адама». Варуха 3.37-38 «Он нашел все пути и премудрость, и даровал ее рабу своему Иакову и возлюбленному своему Израилю. После того, как он явился на земле и обращался между людьми». Матфея 18.14 «Так, нет воли Отца вашего небесного, чтобы погиб один из малых сил». Иоанна 6.39 «Воли же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить, но все то воскусить в последний день». Матфея 10.29 «Не две ли малые птицы продаются за Ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего». Иоанна 5.30 «Я ничего не могу творить сам от себя, когда слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу вольт моей воли, но воли пославшего меня Отца». Галатам 1.4 «Который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего». «Воля Отца небесного на небе направлена и к тому, что на земле было свято и верно ему». Иоанна 2.3 «И сказал Господь Сатане, «Обратил ли ты внимание твое на раба моего, Иоанна? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, боговоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». Писая 6.8 «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать? И кто пойдет для нас?» «Я сказал, вот я, пошли меня. Воле Бога, а значит воле небесной противятся все, кто не имеет в себе авторитета Библии, а это в первую очередь монашистующее священство. Ежесекундно нужно накладывать волю Божию, открытую людям в Писании, на то, что делаешь». 1 Тимофею 4.16 «Умикая в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая из себя, спасешь и слушаешь тебя». Повстречал христианина-режиссера. «Здравствуйте, Сергей Иванович Попов. Как там ваш Ермак с шармачьей ворой? Вместе с ним не наломали дров?» Это мой знакомый, полон скилл, пишет необычную поэму про Ерему Ермака, как тот косил не траву, татар загнал в Освенцем. Атаман Ермак и Еремия, самый беспощадный был разбойник, и не доски от коры шкурил он, каждый выстрел сотни упокоил. Да, историю мы знаем, как старуху, помутившуюся в разуме, что входит под себя. Атаман-разбойник ночью в воду рухнул, часовые сном могильным спят, взявший меч сам от меча погиб, плен вели, в плену и окалели. Банда из грабителей, какой у них был бит, жончужих хватали из постели. Как же можно зверства прославлять полностью отрекших от Иисуса? Что есть истина? — ощерился Пилат. — Христиан на нехристий научков. Нет, Сергей Иванович, не надо, ведь акафистые сыни Тимофея прославляют злодея Конокрадок, дьяволу пойдут его трофеи. Нужно покаяние принести за поход крестовый, подражая папе, на коленях вымолвить. Прости, внуки Ермака все так же любят хапать. И не пойте с тяжкого похмелья, не озвучивайте кровь и грязь злодея, кормите не Библией, а зельем. Что же вырастет, когда такое сеем? 16 ноября 2005 года Игнатий Лапкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова